Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаемся с мужчиной месяца 3, не было никаких конфликтов, претензий. Я обращительно относился к нему, мужчина отвечал за именностью, он старался меня провоцировать на ревность, но я игнорировала. Это именно были провокации, мы общались нормально, но в какой-то день мой партнер перестал отвечать на мои сообщения. Я не стала навязываться, а задала лишь единственный вопрос, что случилось и конец лета отношениям, на что получила игнорирование, как быть в данной ситуации и что произошло. Ну, во-первых, как мне кажется, здесь есть некий такой, знаете, как вот у вас, скрытый такой, как будто посыл есть. Относительно того, что вы уважительно, как вы говорите, относитесь к мужчине. Я верю в то, что вы это делаете уважительно, я верю в то, что вы уважительно к нему относитесь, но меня интересует немножечко другой вопрос, связанный с тем, что вот за этой внешней, казалось бы, такой уверенностью в себе, такой может быть ценностью, ровностью, спокойствием, или вот такое может быть не очень приятное слово здесь, за этой цивилизованностью. Как будто бы скрывается история, когда люди не воспринимают друг друга, так? Ну, как они об этом, как они об этом говорят, понимаете? И я думаю, что, возможно, вы, сами того не замечая, ведете себя, ну вот, непосредственно с мужчиной, да, да, не совсем так, как вам хочется. А больше, может быть, заставляю себя вести так, как нужно. Вот. Естественно, у меня нет каких-то доказательств, у меня нет никаких аргументов, это то, что мне показало, потому что, и то, что вы говорите о конфликтах и ссорах, которых нет, и то, что мужчина пытался спровоцировать вас на ревность, и вы говорите, что вы игнорировали это, хотя игнорировать это не лучшая идея, это нужно обсуждать, это нужно проговаривать, нужно выяснять, что человек волнует и почему. Ну, вот, все это указывает на то, что, да, при внешне какой-то цивилизованной и, в общем-то, уважительной, да, форме взаимодействия, вы с мужчиной, в общем-то, выстраивали довольно-таки, как будто бы гендерно ориентированные отношения, то есть отношения чисто мужчины и женщины. Я не знаю, было ли что-то между вами общее, не знаю, были ли у вас общие интересы, но вот то, что вы описываете, точно на это похоже. И, соответственно, его игнор это продолжение, вот это вот тенденция, то есть продолжение тенденции, которая была у вас в отношениях. Что это было за тенденция, нужно выяснять, потому что мне, например, кажется, что это была тенденция к контролю вас, и, соответственно, внешне показалось ему, что вы контролю не поддаетесь, хотя, на мой взгляд, если бы это продлилось немного дольше, вы бы, возможно, стали бы, ну, поддаваться этому. Но, опять же, это моя богатка в данном случае, не воспринимайте это как какое-то утверждение, если вы с этим не согласны, если это не так, я готов это принять абсолютно нормально. Вот. И, соответственно, увидев, что вы не подчиняете, он просто решил уйти, потому что, ну, вот, человек не готов быть в отношениях с тем, кого он контролировать не может, по его мнению. Вот. Вы спрашиваете, как быть в этой ситуации, и, честно говоря, вот этот вопрос, он немножечко ставит в тупик, потому что, а как вы можете быть в этой ситуации? Вот. То есть, ну, как вы можете в этой ситуации быть? Вот как? Какие? Какие у вас есть варианты, да? Ну, то есть, писать, писать мужчине еще что-то, да? Ну, ну, на мой взгляд, очевидно, что вы этого делать не будете. Вы можете его ждать, да? Ну, то есть, просто вот ждать, что, ну, что человек, ну, вернется. Ну, ну, да, вы можете его ждать, конечно. И, да, он может быть вернется. Это правда. Только вот вопрос заключается в том, а не уйдет ли он потом опять так же, как вернется. Ну, вот. Понимаете, какая штука. Поэтому, если вам в этой ситуации было больно, если вам эта ситуация неприятна, если вас эта ситуация как-то задела, ранила, вот, то психолог может предложить вам помощь по проживанию этого. по извлечению опыта, ну, 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 вот, из данной, ну, из данной ситуации. Понимаете? Понимаете? А... Как бы, другие варианты, они уже, на мой взгляд, ага, ну, возможно, ам... только вот в том случае, если мы непосредственно узнаем, 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 ам... чего вы хотите, да? Ну, и что вам нужно? То есть, вот, вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на вопрос, который вы задаете. Вот. Ну, гораздо, наверное, хотел бы извиниться, да, если не получилось ответить вам так, ам... так, как вы хотели, вот, так, как, может быть, вы рассчитывали, вот, если... если так, то, простите, но, вот, у психолога есть определенные, определенные ограничения, которые, вот, ну, которые мы должны тоже соблюдать, вот, в, ну, в той или иной степени, вот. Как-то так. На этом все. вот, пожалуй, буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу, вот, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам как-то сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот, позволит вам выработать направление для нее, для психотерапии, вот, и позволит вам решить, то, куда вы хотели бы двигаться дальше, вот, и хотели бы вы вообще двигаться дальше, вот, или ваш интерес ограничивается образами как быть, да, и напитку знать, что случилось. Удачи, обращайтесь. поделиться. Возвращайтесь. 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 Возвращайтесь.